Просто затонировал. Разрешение имеется? Нет, не имеется. Рейд за рулем будет проходить по самым загруженным улицам в течение месяца. Сегодня инспекторы ДПС штрафовали за незаконную тонировку, парковку, грубые нарушения ПДД. В столице слишком много машин, низкая культура поведения на дорогах и откровенное хамство. Недавно за подлог номера был остановлен и составлен протокол на помощника депутата Джорку Кенеша Бектемира Мурзубраимова. Это, пожалуй, самый часто задаваемый и резонный вопрос водителей сотрудникам ДПС. Им же приходится лишь разводить руками и штрафовать ни много, ни мало на тысячу сомов. Это делается, дабы разгрузить улицы от постоянных пробок. Они становятся в два ряда, в три ряда. Вот это безобразие натуральное. Ну, не получилось вместо езжать дальше. Понимаете? А мы ставим машину и вот так, и вот так. И, конечно, беспорядок. Сейчас в данное время в месте стоянок, парковок строятся многоэтажные дома, спорткомплексы, торговые центры. Действительно, парковок, стоянок – проблемный вопрос. Все-таки приходится чистить город. В городе около миллиона машин. Дороги города не изменились с 70-х годов. Выросло количество торгово-развлекательных центров, не обеспеченных парковочными местами. Сейчас под многоэтажными домами предусматриваются специальные паркинги. Сейчас даже рассматривается такой вопрос. Если у него земельный участок 20 соток, под все участки многоэтажные гаражи, подземные гаражи, можно что построить. Дополнительные высотки возводятся по улице Токтогула за Национальной гвардией. Здесь самый крупный объект строится под офис. Под ней находится двухэтажная подземная парковка. За этим офисом строится жилой дом, под который находится одноэтажная подземная парковка. И еще, чтобы разгрузить столичные дороги, в ДПС предлагают центральные улицы Бакамбаева, Киевскую, Розаково и другие сделать односторонними. Эльна Романдукадырова, Алмаз Кореев, Общественный Первоканал.